Итак, 25-я зимняя пущинская школа, зимняя пущинская школа с 2015 года, объявляется открытой. Прошел год и сезон записей в социальных сетях. Пять ночей ДЗПШ, три ночи ДЗПШ, осталась одна, закрыт. Началась она, зимняя пущинская школа. Около ста сотрудников и более 280 участников из Пущина, Москвы, Подмосковья, самых разных городов России, а еще из Барселоны, Парижа и даже с Дальнего Востока, съехались в любимую школу. Те, кто побывал в ДЗПШ, почти всегда возвращаются сюда снова. И даже в рамках открытия провели маленькое исследование. Кто был на ДЗПШ один раз, спросил Михаил Ройдберг. Поднялся лес рук. Немало оказалось и тех, кто участвовал и четыре, и пять раз. Но выяснилось, что в зале присутствовали и те, кто в ДЗПШ шестой и седьмой раз. Ну, я здесь уже четвертый год, то есть я ездил в четвертом, пятом, шестом классе, но потом как-то прекратил и потом опять вспомнил и еще раз поехал. Ну, в принципе, мне просто нравится такой формат обучения, это необычно, и профессора хорошие. Я уже давно хожу, уже четвертый раз. Я уже не помню, каким образом сюда пришла, но мне просто все время тут каждый раз очень нравится. Ну, просто на каникулах дома делать нечего, да и погода сейчас не очень, а в ДЗПШ мы занимаемся какими-то интересными вещами, и тем более они довольно развивают вообще кругозор. Собравшимся на юбилейную 25-ю школу предложили небольшое путешествие в прошлое. Из Америки с помощью видео ребятам пожелала узнать что-то новое и попробовать то, что раньше никогда не делали Галина Аглямова, которая 15 лет назад была директором ЗПШ. А о первой зимней пущинской школе, как крупном историческом событии, рассказала Наталья Лунина, первый директор ЗПШ. Наша учительница истории говорила нам, что у каждого исторического события обязательно есть и причина, и повод. Причина понятна. Забышание онлайн появится в таком замечательном городе, где всегда было много школьников, готовых заниматься в каникулы, где всегда было много взрослых, готовых наилучшим образом организовать образование этих школьников. Время покажет, становится ли каждая новая школа крупным историческим событием. Но одно, несомненно, она является знаковым событием в жизни города и каждого из своих участников. Я думаю, что ребятам здесь хорошо. Ребятам нужно место, где им хорошо. А причем хорошо в разных смыслах. Хорошо, значит, весело. Хорошо, значит, есть рядом друзья, и никто не обидит. Хорошо, значит, не учат новому научиться. Хорошо, значит, можно думать, и это приятно думать, решать задачи. Комфортно здесь и преподавателям. Как отмечает приехавший на школу, рассказывать о разнообразных взрывах учитель физики из Мэтищ, люди здесь работают бесплатно, за идею. А такой коллектив по умолчанию производит хорошую атмосферу. Ну, здесь каждый преподаватель может придумать себе свой курс, и, конечно, это интересно. Ну, плюс, сюда приезжают в основном мотивированные дети, которые хотят что-то узнать. Это лучше, чем дети, которые должны что-то узнать, потому что они должны учиться. После церемонии открытия все команды, на которые разделяются школьники в рамках ЗПШ, отправились знакомиться. Это не просто важный организационный этап, но первая часть почти волшебного действия – превращение разнородной маленькой группы в команду настоящих друзей. В первый день участникам также нужно было выбрать те ленты – учебные занятия, которые они хотят посещать. Для этого опытные сотрудники придумали представление курсов. Каждый школьник может посетить несколько, чтобы не только по кратким аннотациям, но и по личным впечатлениям отдать предпочтение, к примеру, курсу под названием «Попробы реши» или «Легенды о чудесном». Я планировала посещать вообще разные направления, от лингвистики до физики, чтобы попробовать все. Потому что именно на это все-таки ЗПШ она нацелена. Я бы хотела попробовать психологию и, может, немного биологии или дискуссионный клуб. Хотелось бы пойти на какое-нибудь программирование и, пожалуй, что-нибудь с лингвистикой связанное. Программирование – это в будущем каждый человек, я считаю, должен знать. Ну, в принципе, сейчас все к компьютерам уже стремится, все в электронном виде уже почти. Вот, разве что не дома какие-нибудь. Ну вот, а лингвистика, почему мне знать языки? Компьютерное программирование – это тоже язык. А ведь еще есть курсы о свойствах минералов, лежуголит науки и о самых страшных микроорганизмах – опасность за каждым углом. Пожалуй, у участников только одна проблема – как выбрать самое интересное из этого разнообразия курсов. Их около 50. Мы вам расскажем про каждого из подбудителей, и потом, основываясь на том, что мы вам рассказали, вы сможете сами подумать, составить рейтинг о том, в каком порядке, допустим, они идут по опасности. Похоже на золото. Похоже, да? А, это золото дорогого, точно. И в свое время в Америке очень жестоко люди обманулись, приехали на очень богатые золотые прииски и не нашли там золота. На неделе за ПШ дни похожи и не похожи друг на друга. Объединяет их то, что каждый содержит три ленты – лекцию «Мамонта» известного ученого, командный сбор, интеллектуальную игру и время студии. Но дни столь насыщены, а программы столь разнообразны, что говорить о повторении или скуке, здесь, кажется, и слова такого не знают, не приходится. Диана Ларенова, Евгений Карев, ТВ «Спущено».